Очень интересно попалась информация о мозговом штурме. Ну, дескать, навалится группа учёных, теоретиков, или навалится группа изобретателей, и решат проблему. И мы все, так сказать, на планете долгое время так думали. Однако вот автор этой идеи оказался всего-навсего какой-то рекламщик. Вот. Алекс Асборн, профессиональный рекламщик, который предложил свой метод гробовой интеллектуальной работы. Мозговой штурм. Но вот учёные выяснили, что всё не так. Кое-что прочту из публикации. Таким образом, члены группы вынуждены одновременно выполнять три когнитивные операции. Сосредотачивать внимание на том, что говорит очередной выступающий, хранить в памяти уже имеющиеся у него идеи, искать новые идеи, их обдумывать одновременно выполнение этих операций мало кому под силу, если мы вообще достижили. Все вышеперечисленные причины вызывают блокирование продуктивности групп мозгового шторма. Таким образом, даже несмотря на возможности увеличения персонального вклада каждого участника штурма в общий результат, группа в целом, работая лицом к лицу, всё же менее продуктивна, чем её члены, работающие раздельно, полагает Джордж Мак Грасс. Ну, по этому поводу я написал эсэм. Очень интересно, ха-ха, мозговой штурм оказался фикцией. Кроме всего вышеперечисленного публикации относительно причин, почему идей меньше у группы, чем у индивидуального мыслителя, но стесняются, боятся, что осудят в коллективе и так далее, ещё и припасают для себя кое-что и не выдают, а также надеются друг на друга и просто наслаждаются общением, вместо того, чтобы ощущать проблему и рожать идеи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова